А жители многоквартирного дома в Ухтинском поселке Ярига пять дней жили без воды, перемерзли трубы. Отогреть их сразу бригада водоканала не могла. Оказалось, что на коммуникациях есть дефекты. В мэрии отметили, до такого состояния дом довели сами собственники. Многие годы они платили только за аварийное обслуживание дома. Виктория Науменко продолжит. С начала недели воду для бытовых нужд жители дома номер 14 по улице Первомайской поселка Ярига брали кто где. У соседей, знакомых, родственников. Я встала 9-го числа утром на работу по 6-го утра. Воды уже не было. Я уехала. Вечером приезжаю, воды нет. Звонила в Ухтас-сервис. Мне сказали, что бригада работает, вам дадут воду. Не сегодня, так завтра. То есть 10-го. 10-го день проходит, опять воды нет. Приходится ходить к жене на работу, набирать воду и вот так вот носить. Управляющей компанией жильцам отвечали, в доме перемерзли стояки. Но отогревать трубы не спешили. Выяснилось, что квартир, где из-за перемерзших труб нет воды, на Яриге несколько. Бригада от водоканала, которая выполняет процедуру прогревания, с каждым случаем работает по очереди. Когда, наконец, она дошла до дома номер 14, оказалось, что на коммуникациях есть дефекты, которые обернулись дополнительными проблемами. Теперь в подвале дома стоит вода. В итоге там оказалась протечка, лопнутый хомут или муфта лопнула. И там еще этот хомут надо менять. Вот, и они сказали, мы пока, ухта, сервис не заменят это, мы не сможем это сделать, потому что там какой-то вентиль надо закрывать, и вся улица останется без воды. Как поясняют в администрации города, коммуникации в доме в плачевном состоянии. Жилое строение на протяжении многих лет обслуживалось товариществом собственников жилья. Недостаточно качественно. Собственники дома платили только за аварийное обслуживание. Внутридомовой коммуникации не меняли и не обслуживали. В связи с этим они пришли в негодность. Сейчас дом обслуживает ухта-сервис, но управляющая компания забрала дом уже в очень плохом состоянии. Проблема с перемерзанием труб возникает в старых домах нередко. Зачастую помочь решить ее может ремонт опалубки дома. А это входит в программу капитального ремонта. В доме номер 14 по улице Первомайской он запланирован на ближайшие два года. А в других домах со схожей проблемой собственники могут сами повлиять на этот срок. Для этого необходимо провести общее собрание жильцов. Процедуру можно уточнить в управлении ЖКХ. Им надо будет решить вопрос, кто будет у них уполномоченным лицом для обращения в комиссию. Для этого тоже должно быть избрано уполномоченное лицо. Им надо будет решить вопрос получения заключения специализированной организации. Мы как управление ЖКХ оказываем методическую помощь в организации таких общих собраний. То есть никому еще отказано никогда не было. Там есть у нас управляющие компании по городу. Они сами тоже помогают собственникам в каких-то моментах. Узнать срок проведения капремонта и список запланированных работ в конкретном доме жильцы могут в Республиканском фонде капремонта по телефону или на официальном сайте.